Всем привет! Я Андрей Шевестов, а это Оружие Ньюз. Те новости из оружейного мира, которые зацепили лично меня. И я думаю, будут интересны и вам. Сегодня посмотрим, что происходит на рынке оружия. Узнаем, обязательно ли проходить ТО для оружий. Познакомимся с новой линейкой патронов, возьмем винтовку в аренду и отправимся в школу охотников. Все уже привыкли, что оружейный рынок регулярно и так потряхивает. Но в этом году его штормит уже основательно. Если говорить о потребительском интересе, то можно выделить две ключевые точки. Это март и июнь. Люди, во-первых, запасались оружием и боеприпасами впрок. Во-вторых, кто не успел купить на газорядке ланкастеры, что называется, прыгали в последний вагон. Вот эти два всплеска ожидаемо приведут к стагнации. Как ее избежать? Если отбросить в сторону иллюзии про быстрое изменение законодательства, то говорить мы можем только о расширении ассортимента. Причем именно массового и доступного. Здесь первыми откликнулись турецкие оружейники. Это и новые линейки двухстволок, например, Аутебелли, и одностволки. Интересная новинка Беодора и просто свежие варианты многозарядок. Крупная российская промышленность сейчас в основном сосредоточена на армейской продукции. Но, как показала выставка Орел Экспо, подвижки в гражданской отрасли тоже есть. Достаточно вспомнить тех Крим с гладкоствольной Турквой под 366-й Магнум и Сестрорецк с аркой для новичка. Импортозамещение Это четко видно по патронному рынку. Мировые бренды уходят из-за санкций, но спрос на определенные калибры, конечно, остается. И российские заводы пытаются заполнить эту нишу. Крупные патронные заводы, потеряв зарубежные доходы, вынуждены перестраиваться на отечественной рельсе. Например, Барнаульский патронный завод анонсировал выпуск в начале следующего года патрона 6,5 Кридмар. Уже какие-то подвижки. Все тот же тех Крим презентовал новую линейку пуль. Что это за продукция, спросим у производителя. Что делает тех Крим, чтобы на рынке России появлялись новые хорошие продукты? Говорим о патронах и пулях. Патрон 410. Исчезновение пластиковой гильзы, потому что всего два завода-изготовителя были в Европе. И, насколько мы знаем, они переехали уже в Америку. Мы заменили на гильзу металлическую. Основа это 7,62х54. Прочная, понятная, вся номенклатура сохраняется. Пули для нарезных. Берем пока два калибра. 308, 7,62х54. Уже сегодня выпускаются патроны Купра. Это удвоенный слой по биметаллу, еще меди. Это значит, сохраняется ствол, сохраняется ресурс в его. Следующая, уже выпускаемая, аэродинамический наконечник алюминиевый. И, соответственно, название Altim. В ноябре месяце начинает выпускаться уже с пластиковым, улучшенным наконечником, с термостойкой, качественной пластмассой. Называем Redim. Но в ней добавляются элементы сортировки по весу, по биению. Бор специальный на операциях. Рассчитываем, что это очень серьезно повысит кучность. И для отличия это будет белое никелевое покрытие, еще раз вот по тому купровскому покрытию. И пуля, у которой уже новая оболочка, SP-308, они будут выпускаться в разных весах. И 11,7 грамм, то есть 180 грейн. И более тяжелые, и более легкие. И за 2-3 месяца мы должны перекрыть всю номенклатуру в одном калибре и в втором. Вот те действия, которые делает Техкрым для того, чтобы на рынке было много хороших и качественных продуктов, к которым привыкли наши покупатели. Какие есть изменения в оружейном законодательстве? Если раньше владелец охотничьего оружия мог приобрести до 5 единиц гладкого и 5 нарезного, то сейчас это соотношение может быть любым. Главное, чтобы общее количество не превышало 10 единиц. Хотите, у вас могут быть 10 карабинов, хотите 7 нарезных и 3 гладких. Об этом говорится в статье 13.150 закона. Еще одно новшество. В законе об оружии появилось понятие техобслуживания. Многие связывали его с обязательным техосмотром, как у машины. На самом деле это не так. Это просто чистка, смазка, регулировка прицельных приспособлений и УСМ. Закон говорит, что любой человек может сделать это самостоятельно, либо воспользоваться услугами специализированных организаций. Так что свидетельства ОТО никто спрашивать не будет. Ну и наконец, одно из самых полезных нововведений – оружие разрешили сдавать в аренду. Правда, не прямо сейчас, а только через год. Но изменения в закон уже подписаны. Об этом чуть подробнее. Сдавать оружие в аренду смогут и простые охотники, и организации. Получить ружье во временное пользование удастся как владельцам оружия, так и тем, кто не имеет его в собственности. Они должны будут иметь новый вид разрешительного документа. Разрешение, наношение и использование охотничьего оружия. При этом охотпользователи будут вправе передавать не более одной единицы оружия одновременно одному физическому лицу для охоты. Сделать это можно будет на основании акта приема-передачи. Тут есть еще ряд вопросов. Например, можно ли передавать полуавтоматы или нарезное, если у человека нету стажа. Но сама инициатива положительная. Вы бы стали брать оружие в аренду? Пишите в комментариях. Ну а мы пока узнаем мнение Романа Носика. Спортсмена, стрелка и начинающего охотника. Как начинающий охотник, я хочу сказать, что если охота находится, охота-угодие находится где-то там в непосредственной близости от моего места проживания, я, конечно, с удовольствием поеду со своим оружием. Но если охота-угодие далеко, авиакомпания против перевозки оружия, потому что наверняка многие знают, что не все авиакомпании с радостью перевозят ваше оружие. Либо вы, например, поехали куда-то по России в отпуск с семьей, не собирались охотиться, и вдруг такая оказия, что можно поохотиться, то, конечно, взять на законных основаниях в аренду охотничье оружие, я считаю, что это отлично. И еще в нашей стране отсутствует как таковой тест-драйв, если пользоваться автомобильной терминологией, тест-драйв оружия. То есть человек перед покупкой фактически не может пострелять из того, что он себе купит на ближайшие несколько лет. Поэтому если на стрелковом объекте или там у своего друга можно взять на законных основаниях пострелять то, что ты планируешь себе купить, то, конечно, я считаю это положительно. Любая инициатива, которая расширяет возможности законопослушного пользователя оружия, она, как по мне, позитивна и положительна. На сегодняшний день передача своего оружия это уголовно наказуемое преступление, поэтому, конечно, хотелось бы иметь законную возможность просто там, например, даже тренироваться. Надеюсь, что это новшество, оно в том числе тоже преодоляет этот барьер. Придет человек, у него будет разрешение, я ему даю оружие на законных основаниях, он тренируется и дальше уже принимает решение покупать ему такую же винтовку или другую, или вообще не покупать, а заняться, например, шахматами или шашками. Все, спасибо за внимание. Надеюсь, мое мнение было полезно, Андрей. МВД России предлагает гражданам сдавать нелегальные стволы за деньги. Ну, мало ли, нашли там где-то на чердаке или в огороде. Стоимость разная в зависимости от типа ружья и состояния. К примеру, в Астрахани гладкоствольное выкупают по 5 тысяч рублей, а вот автоматы торгуются в два раза дороже. Столько же дадут за нарезной карабин. В Ярославле гражданский нарезняк дешевле. Его можно сдать за 7 тысяч рублей. На тысячу больше оценивается пулемет. Самые высокие расценки мы встретили в Томской области. Там пулемет стоит 15 тысяч, а нарезной 12. Такая практика выкупа распространена не только в России, но и в других странах. Один американец даже заработал на этом. Житель штата Нью-Йорк напечатал на 3D-принтере более 100 ствольных коробок от различного оружия. И сдал их по программе выкупа государством. Cash for guns. Гору пластика приняли, как называется, не глядя. К тому же бизнесмен заявил, что хочет сдать весь свой арсенал в разном состоянии, чтобы избавиться от мук совести. Американцу удалось заработать 21 тысячу долларов в подарочных сертификатах. Идею махинации он подсмотрел в Твиттере. А если бы смотрел канал «Оружейный барон», то знал бы, что на летних оружейных выставках в Америке можно найти пистолет за 100 баксов, а сдать его государству за 500. Рентабельность 400%. Посмотрим, что творится на мировом оружейном рынке. Бельгийцы создали пистолет FM-306 с резиновыми пулями, не стреляющий в голову. Специальное устройство в оружии распознает лицо человека. И как только на мушке появляется голова, электронный прицел сигнализирует, что есть риск фатального ранения. И выстрел блокируется. По словам разработчиков, пистолет может применяться как для разгона манифестаций, так и беспорядков. Компания ГЛОК официально подтвердила существование нарезного карабина AR-15 ГЛОК под патрон 5.56 НАТО. В интернете уже появились фотографии. Сейчас она проходит испытания в британских армейских подразделениях и может заменить находящиеся там на вооружении винтовку SA-80. В самой компании прокомментировали так. Имеющиеся в сети изображения верны, но модель недоступна сегодня для рынка. На международной выставке охоты в Арабских Эмиратах продали ловчего сокола за рекордную сумму. 275 тысяч долларов. Имя покупателя не разглашается. Интересно, он же не будет на охоту ходить или в вольере держать? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Турецкая компания Hatsan выпустила PCP-винтовку с четырьмя резервуарами с сжатым воздухом. Новинка выпускается в четырех разных калибрах. В комплект идет сразу три магазина с емкостью от 16 до 24 кулер. Винтовка имеет пистолетную рукоятку, приклад с регулируемой щекой, планку Пикатинни и манометр. Ресивер сделан из анодированного алюминия и все металлические детали защищены от коррозии. Кроме того, Hatsan имеет собственную технологию по защите от самопроизвольного выстрела при падении или ударе ружья. Российская крупнокалиберная снайперская винтовка Orsis ST-20 поразила цель на дистанции 5 км в 117 метров. Это новый мировой рекорд по дальности поражения целей и стрелкового оружия. Испытательные стрельбы велись по бумажной мишени 3 на 3 метра. Расстояние между пробоинами по горизонтали составили 1,60 метра, а по вертикали 1,20 метра. В целом речь идет о угловой минуте. Интересно, что с похожей новостью выступили американцы. По их словам, они смогли поразить мишень на расстоянии 7 км в 108 метров. Пуля при таком выстреле летит 24 секунды. Но есть один нюанс. Стрелок поражал мишень 69 раз. Рекорд это или закон случайных чисел? Решать вам. Во Владимирской госохотной инспекции посчитали, что в их регионе 40 тысяч охотников, но на охоту ходит только 1%. Не знаю, насколько эта цифра соответствует действительности, но думаю, все-таки чуть побольше. Но это общее отражение тенденции. Во-первых, охотничий билет самый распространенный способ получить разрешение на оружие. Во-вторых, интерес к охоте действительно падает. И в этом ключе радует следующая новость. В Рязани работает школа юного охотника. Занятия проходят на базе Рязанского областного общества охотников и рыболовов. Все желающие могут бесплатно пройти обучение основам охотничьего мастерства. Это и техника безопасности, и основные способы охоты, и законодательство, и даже этика. В общем, сами занятия в рамках курса в первую очередь направлены на воспитание такого понятия, как культура охоты. После обучения ребята сдают экзамены и получают охотничий билет областного общества. Ну, кто, конечно, подходит по возрасту. Парни, в каких регионах есть такие подобные организации? Пишите. Ну, а мы немного пообщались с преподавателями этой школы. Добрый день. Сегодня городской охотник оторван от постоянного общения с природой, и времени уделять своему любимому занятию становится все меньше. Навыка и опыта не хватает. Потеряно наставничество в этом процессе. Поэтому мы решили создать школу юного охотника, для того, чтобы охотники, находясь в уводьях, понимали всю ответственность и важность момента выстрела. Не бездумные выбранные цели, а грамотные и рациональные использования дары дикого мира, дары природы. В нашей школе обучаются дети возрастом от 14 до 21 года. Но есть много желающих пройти обучение и более старшего возраста. Для них есть задумка создать отдельные курсы. По окончании курсов проходят экзамены. Успешно сдавшие экзамены студенты получают билет областного общества охотников и рыбаков. Бесплатно. И по достижении 21 года автоматически становятся членами этого общества. Ну и по традиции наша постоянная рубрика «Оружейный хайп». Сегодня в ней человек с ружьем и стальными нервами. В общем, охотник повстречал медведя практически на расстоянии вытянутой руки. Петрович Медведевич. С тремя пистунами стрелять не стал, отхожу. Выдержка и спокойствие у человека колоссальная. Вообще, я не раз уже повторял, что добропорядочные владельцы оружия – одни из самых дисциплинированных людей. И все, что происходит сейчас, еще раз доказывает, что человек с оружием – это не опасность, а прежде всего защита и ответственность, уверенность в себе. Так что, друзья, пишите свои комментарии, оставляйте лайки, подписывайтесь. И давайте вместе перезарядим отношения к людям с оружием. Продолжение следует...